Мы вернулись в студию, сейчас в моей студии находится Владислав Кульминский, я сейчас прочитаю новую вашу должность, эксперт в области политического анализа, стратегического планирования, разрешения конфликтов. Добрый вечер, Владислав, рада вас видеть. Здравствуйте, добрый вечер. Несколько раз мы переносили ваше присутствие в моей программе. Наконец-то у нас с вами графики совпали, мы можем увидеться здесь. Спасибо, спасибо за приглашение. Давайте поговорим, начнем о том, что происходит в Молдове, а потом посмотрим в схватительном времени и на другие новости. Хорошо. Ну, главная новость сейчас, которая обсуждается, это выборы в Гагаузе. Я назвала обыски, протесты, попытки утвердить нового Башкана. На самом деле, мне очень интересно ваше мнение о том, что там, на ваш взгляд, происходит сейчас. Лидия, давайте мы начнем, может быть, с вывода, а потом перейдем к аргументам, если вы не против. Смотрите, я лично считаю, что следует действовать крайне осторожно, потому что борьба с партией Шора может перерасти в борьбу с Гагаузией, в борьбу с автономией, в борьбу с гагаузским народом. Вот этого развития событий хотелось бы избежать. Смотрите, давайте, а теперь давайте возьмем факты. Ну, значит, абсолютно понятно, что та компания, которую ввела партия Шора, была недемократичной, нечестной. Это понятно, по-моему, в принципе, как бы любому человеку, который наблюдал за ходом этих выборов. Огромное количество денег, которые превысили все возможные бюджеты. Вы даже, наверное, видели там последний ролик этих троих братьев или сестер, которые, мне кажется, один этот ролик. Эти артисты, понятно же, они ничего не делают бесплатно. Они вряд ли вдруг воспылали такой любовью к Гагаузии, что они вдруг понадевали на себя майки с фамилией человека, которую они слышали в первый раз. И вдруг они воспылали страстной любовью просто такой, да? До них любили Плохотнюка. А до этого еще любили, наверное, человек 150 разных там политиков, значит, из разных стран постсоветского пространства, конечно. Вы не верите в дружбу и любвеобильность? Я верю в дружбу и любвеобильность, но в данном случае объемы этой любвеобильности, они превосходят все мыслимые и даже немыслимые примеры. То есть эта любвеобильность, она крайне широка. Широка страна, да, как говорится. Ну и мы можем лишь только гадать, сколько стоил один этот ролик. Я вас уверяю, что он превысил в несколько раз совокупный бюджет избирательной кампании всех остальных кандидатов. Мы видели, сколько туда влили денег. Ну, давайте будем говорить честно. То есть я думаю, что каждый из них там тысяч по 150, наверное, долларов как минимум получил. Мы считаем того, что это вмешательство иностранных граждан в избирательную кампанию. Именно. Это вмешательство иностранных, что запрещено законодательством Республики Молдова, хотя в законодательством автономии это вроде бы как не запрещено. Но тут мы опять же таки входим в правовую коллизию, чьи законы превалируют. Ну и, конечно, по идее, это законы центра. В принципе, они должны всегда в таких обстоятельствах превалировать или, по крайней мере, их должны приводить в соответствие. Этого сделано не было. Значит, те объемы, как бы, денег, которые всунули в эту избирательную кампанию, ну, они для ГАГУЗи были беспрецедентны. Абсолютно все другие кандидаты об этом говорили. Честно и прямо. Значит, но для того, чтобы эти выборы оспорить и для того, чтобы эти выборы отменить, нужны железобетонные доказательства. Потому что, смотрите, там было восемь кандидатов. Из этих восьми кандидатов ни один не подал ни одной жалобы, правильно? Ну, это может говорить о качестве этих кандидатов. Это может говорить о качестве этих кандидатов. Но, тем не менее, факт остается фактом, что ни один из кандидатов, которые участвовали, у которых были свои наблюдатели, не подали жалобу на, значит, какие-то серьезные нарушения в ходе этих выборов, которые могли бы повлиять на итог этих выборов. Вот такая формулировка крайне важна. Там были наблюдатели международные, да, их было достаточно много. Тоже с их стороны мы каких-то жалоб не видели, хотя окончательный отчет нам еще предстоит увидеть. Мы его еще не услышали. Центральная избирательная комиссия ГАГУЗи эти выборы утвердила. Несмотря на обращения, которые были, если не ошибаюсь, от полиции или от кого-то еще, о том, что были зафиксированы нарушения. Центральные органы власти Молдова. Да, они не обратили на них внимания. Конечно, вот теперь мы подходим к самому важному. То есть, значит, нарушения были задокументированы центром Кишиневым, у которого, в принципе, в автономии своих кандидатов не было. Которые не вышли с жалобой, да, то есть, и не сказали, что мы хотели бы оспорить проведение этих выборов. Сказать, что это что-то там из ряда вон выходящее в ГАГУЗи, да, по объемам финансирования, да, но чего-то такого там, чего раньше не было, подвоз людей. Ну, такая история, по-моему, происходит у нас на каждых выборах в Республике Молдова. Но почему? Он ЦБК сказал, что там в списках, подозревают они, что в списках поставлены подписи напротив тех, которые, а, умерли, б, вообще не присутствовали в день голосования в Республике Молдова. Это прямая фальсификация документов. Правильно. Вот поэтому. Поскольку это делает Центр, поскольку эти все жалобы не идут из самой ГАГУЗи, они идут от Центра, там должны быть действительно железнобетонные доказательства. Я понимаю вполне, что сегодня делает партия ПАСС, что сегодня делают суды и прокуратура. Они пытаются остановить коррупцию в политике, а именно коррупцию во время выборов. Они пытаются сделать так, чтобы в Молдове голоса не покупали, чтобы партии, которые, значит, зарабатывают, которые пользуются грязными потоками денег, чтобы они не могли на эти деньги, которые они увели у народа, чтобы они не могли покупать голоса. Это понятно. Задача это правильная, но эта задача, она должна решаться другими системными методами. Она должна решаться, ну, я не знаю, это, наверное, должно идти через судебную систему. Партия, наверное, должна быть, значит, запрещена. Ну, для этого есть определенный юридический механизм. Смотрите, что же происходит сегодня? Сегодня у нас в ГАГУЗе произошла ситуация, когда жители автономии проголосовали. Они проголосовали так, как они проголосовали, но это они проголосовали. Понимаете? И сегодня, когда многое ведется разговоров о том, что будут попытки со стороны государственных учреждений Молдовы отменить результаты этих выборов, да, или не признать результаты этих выборов со стороны центра. Вот здесь очень важно, чтобы центр с водой не выплеснул ребенка, чтобы в попытке, значит, поставить заслон использованию грязных денег на выборах, чтобы центр вдруг, может быть, ненамеренно не начал бороться с автономией, не начал бороться с ГАГУЗе, не начал бороться с ГАГУЗским народом, потому что, еще раз повторю... То есть вы считаете, что если апелляционная палата Камрата примет во внимание доказательства, если они будут представлены прокурорами антикоррупционной прокуратуры, и там будет доказана фальсификация в списках, да, там будут доказаны финансовые нарушения и так далее. И апелляционная палата по законодательству, исходя из... посчитает, что эти факты действительно повлияли на свободное в Вале заявление граждан, плюс сфальсифицированные выборы меняет явку, подписи, я имею в виду, если были действительно изменения списки, подписи и так далее, меняет общую явку. Апелляционная палата Камрата для того, чтобы не беспокоить и не вызывать возмущение в Камрате, в ГАГУЗе, должна закрыть на это глаза и утвердить результаты выборов. Я этого не говорил, конечно же нет. Но давайте будем судить, потому что у нас было уже. Вы видели хоть одно уголовное дело или один судебный процесс, который был доведен до конца, вот таким образом, о котором вы только что сказали. Хоть один, назовите мне, пожалуйста, за последние там 6-7 лет, который не увенчался бы, значит, человек посидел 2-3 месяца в тюрьме, после этого вышел и все, и больше про это ничего никто не слышал. То есть вот в этом, о том, что вы сказали, конечно, это правильно, но это должны быть железобетонные доказательства, и у них обязательно должна быть конечная остановка, потому что если у них конечная остановка не будет, кандидата снимут, и никакого за этим продолжения не последует, как уже было во многих случаях, это же было неоднократно, мы это видели в течение последних. Ну тогда, значит, поверьте мне, очень многие в автономии. А почему во многих? Я видела это один раз, когда они допустили до второго тура Марина Таубербитца. А кого вы еще имеете в виду во многих? Ну не совсем так это было, нет. Ну а посмотрите, когда там люди посидели по 2-3 месяца, после чего они отпускают. Нет, мы сейчас сами говорим про выборы. Это все-таки чуть-чуть другая ситуация. А выборы Андрея Анастасии 2019 года, вы помните? А, это было, я насколько помню, захваченное государство. Конечно, от выборов 2014 года, где Рината Усатова сняли, таким образом, и никто в конечном итоге так и не предоставил никаких доказательств о том, что там были какие-то массивные... Это был другой период, господин... Я говорю вам про прецеденты. Я говорю вам про то, что, как правило, такого рода инструменты используются и никогда не доводятся до своего логического завершения, никогда не доезжают до конечной остановки. Так вот, если этого сделано не будет, и я, знаете, я Гагаузию это знаю очень неплохо, то мы действительно можем тогда прийти к ситуации, когда в Гагаузии подумают, значит, что Кишинев сегодня борется с автономией. Вот посмотрите на те заявления, которые уже идут сегодня из Гагаузии, что вы не уважаете выбор гагаузского народа, что мы проголосовали так, а вы пытаетесь этот выбор, который мы сделали, отменить. Вот очень важно, чтобы здесь политика была мудрой, умной, и чтобы мы действительно не допустили ситуации, при которой мы можем прийти к какому-то противостоянию между Камратом и Кишиневым. Вот это будет огромная глобальная ошибка. Еще раз скажу. Задача, значит, остановить поток грязных денег в политике, задача убрать из молдавской политики партии, которые пользуются грязными деньгами, благородная и правильная. А как их убрать, если нужно доказать, что они эти деньги используют, покупая избирателей? Наверное, это делается скорее все-таки до выборов, а уже не тогда, когда эти выборы прошли. До выборов они не покупают избирателей, они во время предвыборной кампании покупают избирателей. Когда выборы уже закончились, после этого, когда ты начинаешь эту всю ситуацию отматывать, и особенно если ты ее до конца не доведешь, как это было не раз, как мы уже с вами сказали, что если вы не доводите это до конца, то это означает, что все эти утверждения, как минимум, можно было бы оспорить. Вот почему так важно, чтобы этот процесс действительно был задокументирован, чтобы он действительно шел в соответствии с законодательством, чтобы не возникало никаких вопросов, потому что Гагаузи — это не бельцы. Это немножко другая история. Если вы спросите меня, я считаю, что есть очень серьезные политические причины, по которым эти выборы вообще не стоило бы отменять и не стоило бы трогать. Это моя точка зрения, потому что еще раз вам скажу, что я бы, конечно же, эту ситуацию смотрел бы на нее по-другому, если бы все это шло изнутри. Если бы там из кандидатов, 8 кандидатов, из них там было бы достаточно большое количество жалоб. Если бы там в региональной избирательной комиссии, в автономии, сказали бы, что там были замечены нарушения серьезные, которые повлияли на результаты выборов. А теперь представьте себе, задайте себе вопрос, как будет развиваться ситуация дальше, если апелляционный суд Камрата, а, кстати, апелляционный суд Камрата, мы вообще не знаем, как он поступит. Апелляционный суд Камрата, поскольку у нас сегодня судебная система вообще непонятно в чьих руках находится и непонятно в том. Она должна находиться в своих собственных руках. Я напомню по закону. Ну, это теория. Это теория. Это теория, Лиля. Я стараюсь, если вы помните, много лет придерживаться этой теории. Но в любой стране, которая начала судебную систему, начала реформу судебной системы, как правило, это длилось десятками лет. Десятками лет. А вот в течение 5-6 лет судебная система проходила через период самоочищения, трансформации, и это, как правило, был хаотичный процесс. Разные люди контролируют судебную систему. Я сегодня вообще не верю тем, которые говорят, что власть сегодня контролирует эту судебную систему. Я вполне подозреваю, что враги этой власти могут подложить власти, например, такую большую серьезную свинью, не признать эти выборы, к примеру, в судебной системе, потом не довести этот процесс до конца, и после этого мы получим результат, о котором сегодня никто не думает и на который никто не рассчитывает. Вот очень важно, я повторю последнюю эту идею, что очень важно не вызывать впечатление, что Кишинев, центр, что Кишинев ограничивает волеизливление жителей гагаузской автономии, что Кишинев, грубо говоря, не ищет конфликта с Камрадом. Но Камрад при этом, конечно же, тоже обязан не искать конфликта, потому что первое заявление, которое сделала эта госпожа, которую вообще никто не знает, она вообще в избирательной кампании не участвовала вообще, понимаете, то есть вместо нее участвовали совершенно другие люди. Ее первое же заявление, которое она сделала, достойно уголовного дела моментально. Первое, то есть первое, что она сказала... Я открою представительство... Конечно, ну где эти полномочия? Расскажите, вы хотя бы хоть с кем-то поговорили, хоть кто-то вам объяснил, в чем заключается полномочия гагауза. Вы понимаете, что будет продолжаться тогда, если Кишинев во избежание противостояния будет постоянно уступать, то вот этот маятник, судя по ее первым же заявлениям, и по тому, что происходило вечером перед зданием ЦИК, будет раскачиваться еще сильнее и сильнее и сильнее, нет? Совсем нет, конечно же нет. У Кишинева есть... совершенно другую тему. Потому что я уверен, что ни один житель Гагаузии, ни один из них не голосовал за то, чтобы Гагаузию начали использовать в качестве инструмента для противостояния с Кишиневым. Я уверен, что никто в Гагаузии не голосовал за то, чтобы Гагаузию начали, например, использовать для подрыва власти в Кишиневе или для смены власти в Кишиневе, чтобы ее использовали в геополитических интересах. Они голосовали совершенно другое. В Гагаузии там, значит, ввиду сложного социально-экономического положения в стране, пришли какие-то там друзья и там с огромной... А мы застрахованы, что осенью на местных выборах то же самое не будет сделано. У нас не очень много времени. Нет, мы ни от чего не застрахованы, но это избирательный процесс. Но это избирательный процесс, Лиля. Конечно, вы можете прийти... И каждый раз в избежание, чтобы, не дай бог, никто не обиделся, жители Севера, чтобы не обиделись, мы закроем глаза, что происходило в Бельцах. Лиля, вы сейчас говорите, как будто вы это... Вы видели все эти доказательства? Нет, я утрирую сейчас, конечно. Я создаю гипотетические ситуации. Вы утверждаете. А мне кажется, утверждать еще рано, потому что мы еще ничего не видели. Вот давайте мы сначала посмотрим, что там, потому что мы же не видели никаких доказательств, правильно? Вы утверждаете, что там были какие-то массивные нарушения доказательств. Я пока этого не видел, потому что я всегда пытаюсь судить по факту. По факту того, что происходит. И пришли там какие-то популисты, которые рассказывали, что мы им построим... Они там в целом, по-моему, по-наобещали на 500 миллионов долларов. Вот если, например, центральная власть закроет источники финансирования этой партии, если она вполне серьезно займется их активами, вот тогда этот поток, значит, он резко истякнет. Какие 500 миллионов? Какой аэропорт? О чем вы говорите? Какие там могут быть парки развлечений? Ну, это все просто глупости, такие несусветные, которые... Но это неважно. Это, в принципе, все... Это все часть избирательной кампании. Так вот. Задача того, как этого, значит, человека, которого вроде как избрали, вроде как не избрали Башканом ГГУ, заставить уважать законодательство Республики Молдова и действовать в соответствии с законодательством Республики Молдова, эта задача полностью выполнимая. Вспомните, все Башканы, которые участвовали в выборах раньше, они все с очень такой жесткой риторикой в отношении Кишинева приходили к власти. Они все приходили с такой пророссийской риторикой. Но как только человек становился Башканом, всех своих там друзей они быстренько отправляли куда-то в сторону, и они начинали с Кишиневым говорить и договариваться. Потому что так система устроена. Без того, чтобы говорить и договариваться с Кишиневым, вы ничего в гагаузской автономии сделать не сможете. Банально. Ни на местном уровне, ни на каком уровне. Вы должны, вы обязаны работать с Кишиневым. Если этот человек собирается использовать, если она думает, что она будет использовать гагаузскую автономию для того, чтобы подорвать власть Кишинева, она крепко ошибается, очень крепко. Потому что никто абсолютно такого сделать не даст. И тут институты власти, в соответствии с конституцией, в соответствии со своими полномочиями, мы обязаны вмешаться в этот процесс. Судя по тем заявлениям, которые были сделаны многим другим комментариям, которые происходили в предвыборной кампании, об этом думает не она. Именно, да. Вы правы, абсолютно. То есть это вообще не она, потому что за ней стоят совершенно другие люди. И, кстати, у меня здесь тоже есть вопрос. Она когда-нибудь, ей когда-нибудь хотя бы станет ясно, для чего и в каких целях ее используют. Ей хоть станет понятно, что эта часть очень большой и серьезной игры, конечной станции которой, могут быть очень серьезные персональные проблемы. Потому что подрывать законно избранную власть в Республике Молдова не дано право никому. И институты власти должны действовать. И те люди, которые этим занимаются, они должны нести за это ответственность. Я очень надеюсь, что это скоро станет понятно. И что она будет очень тщательно взвешивать те заявления, которые она делает. Но еще раз скажу, к выборам это не имеет практически никакого отношения. Это совершенно другие процессы. Кажется, останется про свое мнение. Мне кажется, что гораздо раньше надо было проверять, что происходит, и принимать решения. И у меня вопросы к Центральной избирательной комиссии Гагаузии, что почему они не видели или не хотели видеть, что происходит. И так далее. И, конечно, ко всем кандидатам, которые принимали участие. Вы видели, что этот вечер собралось народное собрание Гагаузии. И решение, которое приняло. Да, да, да. Константинов господин сделал несколько заявлений интересных. То есть очень много у меня было вопросов ко всему, что там происходило. Но окей. Я думаю, что ситуация в любом случае будет как-то развиваться, и мы будем получать дополнительную информацию. Я надеюсь, что она будет развиваться мудро. Я надеюсь, что шаги, которые будут предприниматься, они не создадут, не нужно. Потому что на ровном месте. Эта вся история происходит, по сути, на ровном месте. Я не знаю, на каком месте происходит эта история. Давайте перейдем к другой стороне, потому что она все равно будет развиваться, будет и НЦБК должен будет что-то делать с теми документами, которые они получили. Выходить в суд с какими-то доказательствами. Суд будет рассматривать и те, и другие заявления. С теми коробками документов, которые они по полям унесли? Ну, я не знаю, по каким полям они унесли. Давайте подождем, как будет развиваться событие. Мне интересно ваше мнение, конечно. Я понимаю, о чем вы говорите, но я, честно говоря, у меня уже устала наблюдать весь этот бардак. Простите за мои фразы в прямом эфире, но вы правы в том, что такие вещи надо было не допускать. И делать их заранее, предупреждать их заранее. И если за два года не было найдено решение относительно вот таких вот... Финансовых потоков, которые приходят в страну, которые нужно было закрывать и просто тупо их не пускать в эту страну. Ну и все, и тогда вопрос бы этот просто был бы решен. Давайте перейдем еще... Дайте я одну секундочку только на короткую ремарку. Да, у нас не очень много времени, да, у меня еще есть вопросы. Я в принципе очень профессионально и долго занимаюсь конфликтологией и переговорами. То есть если я про себя что-то и могу сказать, то это то, что я неплохо разбираюсь во внешней политике и я очень неплохой переговорщик. Я просто прекрасно понимаю потенциал развития той или иной ситуации. Вот. И поэтому сегодня есть несколько развилок. И очень важно, чтобы ситуация пошла по правильной развилке. Сегодня для Республики Молдова основная опасность не извне, основная опасность внутри. Вот внутри будут делать все возможное для того, чтобы... Поэтому мы с вами сказали, что она сама не понимает, что происходит, что она говорила и кто раскачивает. Вы тут абсолютно правы, что она, это человек, который не понимает, как и в какой мере ее используют, а самое главное, какие последствия для нее лично это может... Давайте еще к одной теме, тоже не очень пока предсказуемый для нас выход, Приднестровский конфликт, Приднестровский вопрос. Я так полагала, что у нас теперь есть с ними гораздо больше поводов и тем для сближения. Но на данный момент я вижу, что как бы сближение... Или переговоры ведутся тихо, подальше от журналистов и людских глаз, или что? На ваш взгляд, какова ситуация сейчас? Она меняется? Мы прогрессируем в этом вопросе? Вы знаете, Лилия, вы дали сами ответ на этот вопрос. То есть, чем меньше мы об этом слышим, то тем меньше, соответственно, возникает поводов думать, что эта ситуация может быть... может перейти в горячую фазу. А такая опасность есть. Конечно же, говорят. Хотя бы посмотрите даже на последние... Нет, нет, не заявление. На последние договоренности. Кстати, в плане заявлений и Кишинев, и Тирасполь проявляли крайне издержанные заявления. И одни, и другие за последние полтора-два года говорили исключительно о необходимости мирного политического урегулирования конфликта, о необходимости сохранения стабильности, о необходимости сохранения мира. Потому что, если, не дай бог, война придет, то эту ситуацию не спрогнозировать, не остановить уже не сможет никто. Поэтому единственный способ этого избежать, это ее не допустить. А под словом стабильности Тирасполь и Кишинев видели одно и то, что понимали? Это не важно. Это просто отсутствие войны. Вот и все. Больше ничего. Стабильность — это предсказуемая ситуация и настрой на политическое, мирное решение конфликта. Вот и все. Вот этого, в принципе, пока что достаточно. Абсолютно, совершенно само собой понятно, что это урегулирование должно происходить в рамках суверенитета, территориальной ценностности Республики Молдова в ее международно признанных границах. Ну и, вы знаете, там дальше со статусом для Приднестровского региона. Вот, но я что хотел сказать. В 2005 году наизусть все это формулировали. Смотрите, но мне кажется, что очень важно... Вот то, что вы сказали, на самом деле, это абсолютно правильно, потому что и Кишинев, и Террасполь... То есть я бы это уравнение написал таким образом. Возможная дестабилизация на правом берегу автоматически дестабилизирует левый берег. Возможная дестабилизация на левом берегу практически автоматически дестабилизирует правый. Вот, потому что тут нет ситуации, когда что-то происходит, значит, на правом берегу, и левый берег просто остается в стороне, или наоборот, что-то происходит на левом берегу, и правый берег остается в стороне. Что касается договоренностей, вы их сами видели, да? Вы видели, что цена на электроэнергию снизилась до 66 долларов, до, значит, за мегаватт, с 73-х. Это прекрасный для Кишинева результат, и можно только похлопать, я как профессиональный переговорщик могу только похлопать тем переговорщикам, которые этого результата добились. Я вам скажу, что в этом процессе участвовал и премьер-министр, и новый министр энергетики, и они действительно добились вот в данной конкретной ситуации максимально возможного. Поэтому можно себе представить, что определенная, наверное, значит, там координация тех или иных вопросов сегодня происходит. Ну и, конечно же, одновременно Кишиневу нужно готовиться к политическому урегулированию конфликта, потому что, я думаю, мы к этому готовимся, потому что я считаю, что этот конфликт уже больше не является замороженным, значит, и что запихнуть его обратно в бутылку уже не получится. Уже нужно быть готовы к развитию переговорного процесса и к урегулированию этого конфликта. Я думаю, что это произойдет буквально в перспективе года. И поэтому Кишинев, конечно же, к этому должен быть обязательно готов. Тут идет речь еще и о очень большом финансировании необходимости, и что это одна из загвоздок, что у Кишинева нет таких фондов для того, чтобы менять сейчас ситуацию. Лилия, я знаю приблизительную сумму, о которой идет речь, но я не буду ее озвучивать, для того, чтобы никого не пугать. Я не буду ее озвучивать. Конечно же, здесь без народной поддержки без очень серьезных фондов на реинтеграцию страны не обойтись. Это абсолютно понятно, что Кишинев сам своими силами этого вытащить не сможет. Я больше вам скажу. Кишинев последний год со времени начала агрессии России, полномасштабной агрессии России против Украины, социально-экономическая ситуация в Республике Молдова крайне тяжелая и непростая. И именно Европейский Союз оказывает Республике Молдова массированную помощь. Без этой помощи Республике Молдова было бы очень тяжело. И поэтому, что касается Приднестровского конфликта, Приднестровского регулирования, здесь тоже понадобится очень серьезная массированная помощь, массированная инвестиция. Это может принять совершенно разные формы, потому что очень много существует разных международных инструментов. И, как правило, они действительно в ходе постконфликтного урегулирования предоставляются. Но важно то, что сегодня, собственно говоря, ни у кого не должно быть стимулов к тому, чтобы Приднестровский конфликт разморозить. И вот над этой задачей, мне кажется, нужно работать очень плотно. Так что подвести итог. Я считаю, что с этой задачей правительство справляется. Справилась и справляется. Ну, я, если честно, действительно, гораздо чаще от господина Парликова министра энергетики слышу о Приднестровье, чем от кого-то еще. И он же почему-то объясняет, что мы должны избежать любым образом гуманитарного кризиса. И для меня это... Он у меня это в студии объяснял несколько раз, почему для нас важно, чтобы газ поступал в Приднестровье и так далее, и так далее. То есть, хотя там ему и не такое некоторые критики говорили. Я хочу вам задать... Нет, господин Парликов, это было грамотное решение разделить это огромное министерство. Грамотное, потому что сегодня занимаются вопросами энергетики люди... Профессиональные. Профессиональные. Системные, которые занимаются обеспечением энергетической безопасности Республики Молдова. Я вот как такой, знаете, я даже не знаю, я себя определяю как молдавского националиста, если хотите. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть, человека, для которого его страна, моя страна очень и очень дорогая. Я свою страну, конечно же, вижу объединенной, целостной с Приднестровым. Я не вижу вообще никакого варианта, при котором Республика Молдова не включает в себя Приднестровский регион. Нет такого. Вот. И, знаете, я очень на самом деле радуюсь тому, что мы вопрос энергетической зависимости и энергетической безопасности сегодня прорабатываем системно. И это делается действительно профессионально. Молодцы. Ну, что сказать. Потому что тогда, когда это было раньше в том составе, это, ну, как минимум, было так достаточно поверхностно и не глубоко. Вот мы с вами, главный переход к моему следующему вопросу, он касается того, что уже чуть больше трех месяцев прошло с момента назначения нового правительства, правительства Далина Ричана. До ста дней чуть-чуть не дотянули, простите. Сто дней будет к первому июня, и я тогда буду снимать не про саммит, а про детей. Вот я вам делаю анонс. 1 июня будет о детях, о молдавских детях, о том, что они думают о своей стране. А сейчас вы наблюдали за тем, что происходило после назначения нового правительства. На ваш взгляд, это было... Мы из Украины, по большей части. Я только две недели, две недели как приехала оттуда. Вы мне после чуть-чуть расскажете, но все равно и в Украине вы видели, наверное, восприятие того, что происходит в Молдове, какое было. Правительство Ричана, оно справляется сейчас с поставленными задачами? У него вот за эти три месяца больше, на ваш взгляд, успехов или неудач? Или все-таки так, пока ровно и пробно? Чтобы не было войны. С задачей обеспечения безопасности это правительство справляется очень хорошо. Очень хорошо. И, опять же, там есть профессиональные переговорчики. Мне это нравится. Мне всегда нравится, когда есть профессионалы, которые знают и понимают, как это работает, и которые готовы этим заниматься. То есть задачи обеспечения стабильной безопасности, назовем так, в Республике Молдова, они действительно справляются, и они думают на перспективу. Они думают не только о сегодняшнем дне, они думают о перспективе, о том, как будет работать энергетическая, экономическая, военная безопасность Республики Молдова, и многие-многие другие аспекты. Это правильный подход. Что касается социально-экономического положения, то я думаю, что оно тоже начнет улучшаться постепенно, но, наверное, это займет больше времени. Я думаю, что цены на электроэнергию уже пошли вниз, цены на газ и, соответственно, уже тогда на все остальные, там, всю эту, значит, производственную цепочку тоже, я думаю, пойдут вниз. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, потому что тот период, через который прожили мы все в Республике Молдова, был крайне непростым. Хотелось бы, чтобы больше такие периоды у нас не повторялись, и в этом смысле можно только пожелать успеха в том, чтобы социально-экономическое самоощущение граждан, чтобы оно резко улучшилось. Вы знаете, молдавский социальный контракт, он же вообще очень интересная штука, потому что это не Жан-Жак Руссо, который в Женеве сидит под деревом, значит, с гражданами Женевы и обсуждают, как они будут устраивать свою собственную жизнь. У нас социальный контракт это совершенно другая история. Это не очень большие низкие зарплаты, низкие пенсии и низкие цены. Вот когда у нас низкие зарплаты, низкие пенсии, но цены начинают расти, то надо очень серьезно задумываться о том, значит, как будут в дальнейшем голосовать люди, какое у них социально-экономическое самоощущение. Это важно, потому что вот этот аспект, если им не заниматься серьезно и системно, мне кажется, он окажет самое прямое непосредственное влияние на ход всех последующих выборов. Ну, начнется это все на местных, мы увидим первый ответ, на который дадут граждане. Я думаю, что они будут непоказательны, потому что я хотел бы вам сказать, что мне кажется, что в перспективе там года-двух ситуация с социально-экономической точки зрения в Республике Модова улучшится. Улучшится достаточно для того, чтобы оказать значимое влияние на волеизъявления граждан. Я считаю, что холодный душ полезен любому правительству для того, чтобы она не оторвалась от реальности, потому что довольно часто создается такой информационный бабл и происходит такое не очень адекватное восприятие реальности и того, что происходит на самом деле. И нам из Кишневого права не очень хорошо видно, что происходит в Гагаузии. Это тоже наш информационный бабл. И мы не всегда понимаем. И поэтому шаги, которые предпринимаются, не всегда могут быть просчитаны, не всегда могут основываться на хорошем тщательном анализе, потому что я лично считаю, что нужно было бы взять экспертную группу, которая просчитала бы действия и противодействия, которая просто бы сделала. Это на самом деле базовое упражнение, когда ты планируешь свои собственные действия, после которого ты планируешь, какие за этим последуют шаги и с другой стороны, и так далее. Пока ты не приходишь к различным направлениям, различным. Потому что так, так это все работает. Оно так должно работать. Господин Курминский, Республика Молдова должна выходить из СНГ? Ну, честно говоря, я не знаю, в какой степени этот вопрос вообще сегодня актуален. Потому что эти все истории... Господин Курминский заявил, что, по крайней мере, из межпарламентской ассамблеи мы уже выходим. Господин Курминский попросил провести ревизию всех договоров, чтобы избавиться от тех, которые уже не нужны, и чтобы посмотреть, какие нужно перезаключить напрямую с какими странами. То есть, на мой взгляд, Республика Молдова абсолютно четко готовится к выходу из СНГ. Вы задали вопрос, который намного более глубокий, чем просто выход из СНГ. Это вопрос, который касается в том числе и войны России против Украины. Естественно. Потому что война России против Украины ставит перед нами всеми вопрос. А мы хотим быть в объединениях со страной, которая эту войну развязала. Для нас это несет какие-то выгоды, или же для нас из этого могут быть одни из дотрат. Это очень серьезный вопрос, на который, мне кажется, предстоит дать ответ. Я, опять же таки, не знаю, в какой степени этот вопрос актуален сейчас. Потому что, действительно, из этих там соглашений, я тоже когда-то занимался их анализом, огромное количество не работает. Там есть соглашение по свободной торговле, например, и там тоже есть очень много дебатов по этому поводу. Но почему-то в рамках этого соглашения по свободной торговле Россия, например, считает совершенно нормальным, несмотря на наличие положений о свободной торговле между странами, просто закрывать, например, доступ молдавским товарам на свой рынок. Или, например, посредине зимы говорить о том, что вы знаете, а вам не нужно столько газа, зачем вам столько? Мы вам дадим 5 и 7. Не, мы вам вместо там оговоренных, значит, 9 и сколько-то там, вы дадим половину просто. Вот дадим половину. И вы там выбираетесь, как знаете. А почему? А вот так. И причем скажут вам это еще за два дня до того, как они это сделают. Ну, конечно же, Республике Молдова нужна предсказуемость. Нам нужна предсказуемость и для экономического развития. Нам не нужно, чтобы разного рода инструменты, экономика, газ, ресурсы, чтобы они использовались против нас. Потому что в Европе так не принято. В Европе так не делают. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Но уж если пошел на то разговор, то я вам могу на вскидку там, наверное, с тысячу приблизительно разного рода документов, договоров привести, которые, возможно, тоже нуждаются в ревизии, которые не работают и с которыми тоже необходимо что-то делать, которые мы подписывали, но непонятно зачем, куда и в какую сторону. То есть вообще вопрос приведения законодательства в соответствие, это вопрос, который очень остро стоит перед Республикой Молдове. Мне кажется, что это необходимо делать не только по направлению по СНГ, но и вообще по всем международным договорам, которые заключала за все эти годы Республики Молдове. Должна быть стройная законодательная база. Вот это когда-то сделала Украина, и у них это очень хорошо получилось. Они выстроили определенную стройную законодательную базу, где вы могли найти ответы на интересующие вас вопросы. Понимаете? Потому что даже посмотрите на всю эту историю с гагаузской автономией. Вот уже есть парламентская группа между Кишиневым и Камрадом, которая работает, если я не ошибаюсь, уже шесть лет, на все никак не могут прийти к определениям по базовым вопросам. Где компетенции центра, где компетенции региона. Все эти вещи обязательно нужно делать. И эта работа достаточно, начиная достаточно не публичная, но она крайне важная. Вы сами сказали, что только две недели назад вернулись из Украины. Уже больше три. Да, видели своими глазами все, что там происходит. Как проводится в кавычках освобождение в кавычках братским народом, другого братского народа. Ваши впечатления какие были? И как вы после этого слушали заявления руководителей различного уровня из Российской Федерации в адрес Республики Мордова? А я думаю, что украинцы, для которых русский язык родной, они сами дают на этот вопрос очень прямые и честные ответы. Я разговаривал с многими из них в Харькове, в Херсоне, в Купинске. И те вещи, которые я слышал от них, ну, оставили у меня очень глубокое впечатление. Вот. Это, я думаю, что это на поколение эта история, потому что вы должны понимать, там вот я, например, в Харькове есть там станция метро, последняя, на Салтовском районе, и там есть такой район Северная Салтовка. Вот там от него в двух километрах стояли танки и прямой наводкой шарахали по девятиэтажкам, в которых были люди. Район целый. Представь себе там что-то типа албешары нашей, да? А там где девятиэтажки, натыканы там одна рядом с другой, да? И когда вы это видите, вы не представите себе какое-то впечатление производства. Я думаю, это на века. Я думаю, что эта история, что это война, она по сути была ничем не оправдана. Я так до сих пор и в принципе и не могу понять. Я не могу понять никакого обоснования. Как оправдать эту жестокость? Зачем обстреливать Одессу? Как можно говорить Одесса мамой и рассказывать, как сильно они ее любят и как они хотят туда приехать и обстреливать ее из аркет ночью по спальным районам, где люди спят? Мы с вами, у нас с вами займет несколько передач для того, чтобы разобраться во всем этом. Но я думаю, что это на века. Я думаю, что Украина и украинцы этого не простят и простить не могут никогда. Я думаю, что для нас, для Республики Молдова это тоже урок. Потому что мы должны тоже пересмотреть свое отношение. Потому что если вы думаете, что с нами не поступили бы точно так же, как поступили с Украиной, то вы ошибаетесь. Я так как раз думала с 24 февраля именно так, как вы. Потому что с тех пор, когда невозможное стало реальностью, ни одна страна на постсоветском пространстве, поверьте мне, не может чувствовать себя в безопасности. ни одна. Казахстан, там огромная граница. Я думаю, что у руководства Казахстана сегодня тоже огромное количество вопросов относительно того, как обеспечить свою безопасность. Эти же самые вопросы должны стоять у Республики Молдова. Я думаю, другой эффект это то, что пророссийские партии в Республике Молдова, они вряд ли наберут когда-либо какой-то серьезный результат. Я думаю, что вот эта идея русского мира, которую продвигали очень многие политические формирования и партии в Республике Молдова, она отойдет в прошлое. И это будет правильно, потому что для Республики Молдова это больше не является ни моделью, ни целью, ни направлением развития. Оно не может ими являться. Просто не может. Ввиду того, что это средневековье, это варварство. Такого рода вещи они не должны проходить без наказа. И вы увидите. Это, возможно, произойдет не сразу, это произойдет не сегодня, но осознание этого обязательно придет ко всем гражданам Республики Молдова. Ну и, конечно, для Республики Молдова, знаете, как бы участвовать в этих, я не знаю, я назвал бы ее, знаете, геополитической полюцией. В том смысле, что очень сильно хочется это все захватить, но вот как-то не получается. ничего не происходит такого, да. и я думаю, что для Республики Молдова вывод заключается в том, что страна должна четко для себя наконец-то определить направление движения. Вся страна. Потому что все, любые другие направления, кроме европейского направления для Республики Молдова, европейская реинтеграция являются смертельно опасными для страны. Смертельно опасными. Я думаю, что страна их не переживет. Мы больше не можем находиться и быть в серой зоне, которую для нас уготовили. А как нам разговаривают с теми гражданами, которые даже спустя год, видев все, что происходит, считают, что Российская Федерация права, и это было ее законное право вернуть Украину, так сказать, попытаться в то русло, я даже не знаю, на мой взгляд, абсолютно имперское, варварское отношение. но есть граждане, которые это обсуждают, и уже год не только мне, но и другим говорят, где вы были 9 лет, а потом они будут говорить, где вы были 10 лет, и так далее. Что, как объяснить этим людям, что то, что происходит уже больше года в Украине, не может иметь оправданий? Абсолютно. Абсолютно. Я думаю, что время все абсолютно растает по своим местам, не сомневайтесь, оно всегда так бывает. В Украине точка зрения на эти события поменялась радикально, кардинально, быстро, в одночасье. Вы не представляете себе, какое количество украинцев сегодня, русскоязычных украинцев сегодня разговаривают и стремятся разговаривать на украинском языке. Вы не представляете, какое чувство гордости, самосознание себя, как народа в Украине вызвало эта война. Это очень такое движение мощное, широкое, серьезное. И я думаю, что Украина, как нация, она, по сути, воюет сегодня за свою независимость. Она воюет за свое право быть независимой страной. Ну а людям, которые пытаются найти какие-то оправдания, ну послушайте, это же независимые страны, это уже давно не провинции, потому что Россия до сих пор еще рассматривает бывшие республики Советского Союза как свои провинции, куда можно совершенно спокойно направлять войска для подавления внутренних восстаний, которые им не нравятся, как это в принципе делалось не разу в времена Советского Союза. И для меня, конечно, это тоже было удивительно, насколько как бы вот эта несовременная точка зрения, она все еще там превалирует. Реальности совершенно другие. Молдова, Украина, Казахстан, все эти страны это другие страны со своими реальностями, со своими народами, со своими сложившимися политическими обстоятельствами. Это все нужно понимать и учитывать, потому что без этого ты не можешь выстраивать правильную политику в отношении этих стран. Я бы даже вам привел бы в пример, вот знаете, когда у нас были выборы, выборы президента и выборы парламента, вы же знаете про этот политтехнологический десант, который Российская Федерация высадила в Республике Молдова. Сюда приехали Игоря Николаевича Додона поддерживать там 33 богатыря и батька Черномор. В Чешуле. Вот, и там были все, там были Волхвы, там были гадалки, там были, значит, байдуристы, там были там, я даже не знаю, там какие-то, знаете, специалисты по коллективному бессознательному. Я серьезно говорю, я не шучу. Все, кто хочешь, там были, понимаете. И когда мы увидели, какую избирательную кампанию они привезли для своего кандидата, ну просто-напросто челюсть выпадает. Ты думаешь, добыть-то его не может. Ну это же не, не какой-то зауральский регион России, это же другая страна со своими сложившимися традициями, со своей, если хотите, политической нацией, со своей культурной традицией. Просто уже другая, реальность, совершенно другая. Это страна, в которой люди, ну практически там из двух с половиной миллионов населения, практически все побывали в странах Европейского Союза, для которых слово либерал, это вообще никакое уже давно не ругательство. Это уже совершенно, совершенно другой менталитет. Да, вот. Они приехали, в принципе, вот это было, конечно, для меня это было удивительно, насколько и в какой мере они вообще, даже, наверное, не то, чтобы не понимают, а не относятся к этому серьезно. Примитивное восприятие. Не то, что примитивное восприятие. Мне кажется, что это вот остатки вот того вот, того восприятия, что это все еще какие-то провинции, какие-то затхлые, захудалые, значит, на которые там особо, там, которые изучать-то, собственно говоря, даже не стоит. Вот. И, ну, совершенно никакого сомнения не вызывает, что, значит, для наших стран такое презрительное отношение к себе, но оно, оно не может не вызывать ответной реакции. Мой заключительный вопрос будет касаться частичности того, что вы говорили. Вы говорили, что мы должны уже определиться и двигаться цивилизованным путем. Последний предложенный цивилизованный путь, это путь на сближение с Европейским Союзом. Республика Молдова в 1922 году получила статус страны-кандидата. В 19 апреле, если я не ошибаюсь, господин Мурешан сказал, что объявил, что есть резолюция Европарламента о том, чтобы до конца года начать переговоры с Республикой Молдовы. Господин Гроссу, который был до вас в моей студии, сказал, что они сделают все возможно, чтобы до конца года выполнить вот этих вот 9 пунктов рекомендаций, которые были нам сделаны, выдвинуты в прошлом году, чтобы мы смогли их начать реализовать, чтобы действительно в конце 2023 года начать переговоры с Европейским Союзом. Первый об этом, кстати, заговорил президент Майя Сандо о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы еще до конца этого года начать эти самые переговоры. Вы считаете, что это реально, то, как вот мы реформируемся, как мы меняемся, это реально до конца года выполнить эти 9 пунктов и начать вести переговоры о вступлении в Европейский Союз? Я считаю, что абсолютно реально, что эти переговоры в конце года либо в начале следующего начнутся. Вот что я считаю абсолютно реально. Послушайте, ну, процесс настоящих глубоких, глубинных, серьезных реформ в странах, кандидатах на вступление в Европейский Союз, не во всех, но в некоторых, которые были схожи в каком-то смысле с теми обстоятельствами, в которыми мы находимся сегодня мы, они начинались уже после принятия решения о том, что страна либо начинает переговоры, значит, либо вступает в Европейский Союз. Потому что тогда тебе уже просто некуда деваться. То есть все эти варианты, что там как бы одни другие группы, там группировки, там в прокуратуре, там какие-то, не знаю, кланы, которые, нет, есть ряд стандартов, которые вы должны и обязаны выполнять, и вы будете это делать. Вот, и вы знаете, я ни секунды не сомневаюсь, что в случае с Республикой Молдова, поскольку эта страна маленькая, эта страна небольшая. Эти реформы, которые начнутся по-серьезному, они будут иметь оглушительный успех. Вот они, они реально очень быстро смогут в Республике Молдова создать нормальную функциональную систему, просто систему правил. Вот и все. То есть, по сути же мы говорим банально о системе правил, которая соблюдается, больше ни о чем. То есть, знаете, это 33, там 35 глав, это все очень сложные вещи, которые там рассказывают, но мы, по сути, говорим о наличии в стране ряда правил, которые позволяют этому обществу развиваться. Значит, о некоррумпированных правоохранительных системах, о суде, который принимает решения на основании закона. Мы говорим о том, чтобы налоговая не кошмарила бизнес. О бизнесменах, которых не кидают в тюрьму для того, чтобы отобрать у них бизнес, где они там сидят 2-3 месяца, после чего они переписывают свою долю в бизнесе на прокуроров и их оттуда выпускают. Мы говорим об очень простых вещах. Это простые вещи, которые очень приземлены. О качестве жизни каждого гражданина. Конечно, конечно. И когда у вас в стране появляются вот такие вещи, то, соответственно, у вас в стране появляются бюджеты, деньги для сбора налогов, для того, чтобы вы могли платить нормальные пенсии, платить нормальные зарплаты, нормально строить инфраструктуру. Потому что я часто говорил об этом, что проблема Республики Молдова, она, наверное, заключается не только в том, что у нас тут там что-то недоразвито, а то, что у нас даже те ресурсы внутренние, которые есть в стране, они уходят бог знает куда. Они просто разлетаются, разворовываются. И они не идут на развитие страны. И была такая одна очень страшная, интересная книжка, где проводилась тогда такая одна очень простая мысль, что развитие страны происходит только в тех странах, в которых институты страны работают более не менее эффективно. В том смысле, что эти институты используются для развития страны. А в тех странах, в которых институты используются для извлечения своей собственной выгоды, для выгоды для кланов, те страны не имеют абсолютно никакого шанса на развитие. Вот в Республике Молдова, представьте себе, 30 лет институты государства этой страны. Ну, в последнее время это уже действительно не так. Мы уже видим, что это меняется. Но вот весь период нашей независимости наши институты действительно использовались для того, чтобы определенные группы группировки извлекали выгоду из этих институтов. А потом приходила следующая группировка и происходило что? Они начинали перемалывать все то, что сделала предыдущая группировка для того, чтобы самим извлекать выгоду из этих институтов. И вот эта дорога вниз, эта дорога в никуда, потому что по этой дороге вы придете просто к несостоявшемуся государству, когда просто простые граждане этой страны, такие как вы и я, мы просто-напросто этим институтам не будем верить ни при каких обстоятельствах. Я сейчас, когда слышу про прокуратуру, например, то если вы хотите сказать, если вы думаете, что у меня возникают какие-то благостные ассоциации или какой-то энтузиазм или какой-то подъем, совершенно нет. Вообще нет. Просто. Я когда читала всю прошлую неделю перепалку между двумя прокуратурами и Центром Национального Центра по борьбе коррупции, я хваталась за голову, пытаясь понять, как же вас реформировали и поназначали новых глав, если все стало чуть ли не хуже, чем было. Я говорю вам, что всегда в процессе судебных реформ всегда там какой-то период, когда это все выходит на поверхность, оно все всегда находится в таком состоянии полухаотичном. И нужен период времени. Я, знаете, от 5 до 10 лет для того, чтобы эта система пришла в какое-то равновесие и начинала разработать на развитие страны. Так что вот, институты, институты, институты. Заключительно, действительно, очень короткий вопрос. Можно дать ответить, да или нет. 21 мая мы с вами увидимся на площади Великого Национального Собрания? Да, конечно, обязательно. Спасибо за то, что вы пришли сегодня, нашли время. Я надеюсь, вы будете все-таки чаще принимать, чем раз в год мои приглашения, господин Кульминский. Мне всегда интересно с вами разговаривать, но вас очень сложно поймать в Молдове. Спасибо вам за приглашение. Я на прощание с нашими зрителями хочу кое-что сказать тем, которые тут... Ну, после того, как господин Гросс объявил, Игорь Гросс, председатель партии «Едействия солидарности», объявил о том, что начинает, да, парламент будет рассматривать заявление о выходе из парламентской ассамблеи. Началась такая, знаете, похоронная команда заработала в информационном... Господин Дедон сказал, что Молдова умрет без СНГ экономически, и Россия на стратегический партнер. Ну, вот он стратегически сейчас пытается уничтожить Украину, но некоторые молдавские политики почему-то этого в упор не замечают. Но я хочу вам кое-что показать. Вы посмотрите, какую сейчас занимает Российская Федерация роль в экономическом балансе Республики Молдова. Режиссер, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Обсуждали различные цифры и каждый раз возвращались к тому, что как-то очень любят наши политики цифрами жонглировать и говорить свое персональное восприятие почему-то, как истину в последнем инстанции, забывая о том, что есть статистика и что есть реальность. Я не могу сказать, что я приглашаю кого-то или не приглашаю, потому что мне кажется это личное дело, каждого и личный выбор каждого. Но я хочу напомнить, что за 2022 год мы слышали и получали реальную поддержку от Европейского Союза и финансовую, и для компенсации нашим малоимущим гражданам и угрозы в адрес Республики Молдова от Российской Федерации. Это были прямые угрозы. И от замминистра обороны, и от министра, от господина Лаврова, который говорил, что Молдова если собирается пойти по украинскому пути, пускай посмотрит, что происходит в Украине и так далее. Многих, много кто позволял себе в адрес Республики Молдова решать за нас, как должен называться государственный язык, с кем мы должны дружить и что мы должны делать. Я не приемлю такого отношения, не знаю как вы, но каждый будет делать выбор. Я конечно 21 буду на площади, у меня профессия такая, я должна освещать те большие события. Но я там буду еще хотя бы потому, что целый год мы наблюдали за тем, как ходила партия ШОР. Можно я один раз посмотрю, как на площадь придут те, кто поддерживает европейскую интеграцию Республики Молдова? Я еще раз благодарю господину Владиславу Кульминскому, мы с ним можем на самом деле очень долго говорить. Я надеюсь, господин Кульминский, что вы все-таки будете чаще принимать мое приглашение. А нашим телезрителям я вас еще раз призываю, пожалуйста, проверяйте эти данные. Не слушайте просто заявления, не важно от какой партии этот политик, оппозиция или власти. У нас сейчас очень много статистических данных, хороший сайт национальной статистики. Открывайте и смотрите, и эти цифры вам объяснят очень многое. И вы увидите своими глазами, как много и как часто, к сожалению, вам в рот. Я с вами увижусь с теми, кто придет на площади Великого национального собрания 21 мая, а с теми, кто не придет, потому что не хочет, не поддерживает или не может, я увижусь в этой же студии через неделю, в четверг. Одним из гостей будет министр энергетики Виктор Парликов. Всего хорошего, берегите себя и своих близких.